Здравствуйте, друзья! Не верьте людям, которые говорят, что Первая Лига это лучшая лига в мире. На самом деле, лучшую мы увидим сегодня на протяжении целого дня в Москве на Сапсан-Арене. Локомотив Зенит. Все готово к началу матча. И, собственно, первый удар футболистов Локомотива по мячу. Сергей Сьянов второй. И капитан команды Дмитрий Шумихин играет под четвертым номером. Первый на вес штрафную площадь Зенита. Локомотив начинает достаточно бодро. И первый удар поворотом сразу же становится голевым. Прошло, вот я смотрю на табло, прошло 35 или 36 секунд. Хозяева уже забивают. А я ведь не представил ни Виктора Саранчукова, автора забитого мяча, ни кого-либо из его партнеров. Достаточно сдержанная радость Алексея Рябко и тренерского штаба Локомотива. Но ребята себя как раз-таки на поле не сдерживают, потому что быстрый мяч забивают хозяева. Вот такая реакция и должна была быть после 0-9 на стартовых минутах встречи. Удачный отскок, конечно, получился для Саранчукова. Важные коридоры закрывает. И вижу я, что со скамейки запасных Зенита поднимаются три футболиста. Идут в зону разминки. Покажу удар Кашевича. Да, справляется Нужа. Не нужно было ему здесь проявлять все свое мастерство. Сверхактивная, сверхреактивная даже, я бы сказал, в исполнении Локомотива. И да, действительно, все так. Со счетом 1-0 уходят команды на перерыв. Это юношеская футбольная лига 3. Возраст ребят до 17 лет. Зенит начинает с центра поля. Замен в перерыве не произошло. В первую очередь, есть ли это замены по позиции? Перехват мяча. Посмотрите, в численном большинстве атакует Локомотив. Тарасов на правом фланге. Удар поворотом в ближний. Мяч попадает в сетку с внешней стороны. Выручает свою команду Алексей Петров. Хватается за голову тут футболисты Локомотива. А вот дальше передача под удар не точная. Саранчуков. Саранчуковым, кажется, защитники Зенита старались плотнее действовать в первом тайме. Передача какая. Может опасно здесь все получится. И бить. Бить нужно. 2-0. Укладывает мяч в девятку Кирилл Русланов. Замена как раз готовится у Локомотива очередная. Выйдет на поле Павел Берлов вместо Самараковского. Уже чуть-чуть подуставшего, но отработавшего на совесть. Ну и Кирилл Русланов отправляет мяч в цель. Зенит удастся и больше. Статкевич. Передача в разрез. Нет положения вне игры. И гол. Мяч в воротах. Оффсайда нет. И спешит к центру поля команда Зенит. 2-1. Вот только я сказал, что Зениту желательно забить как можно скорее. И это автогул. Это автогул Евгения Аксенова. Обидный эпизод. Абсолютно все. На застежечке. Здорово Петров. Ну что, как в Формуле-1 Виталий. Передача Тягунову. Тягунов отсюда уже бил сегодня. И еще один удар. И тащит Петров. Два Петровых у нас сейчас на поле. Не перепутать бы. Здорово. В атаке сыграл Виталий. Это как предвестник победы. И все. Действительно как предвестник победы. Локомотив исправляется за ужасающее поражение недельной давности. И переигрывает Зенит на своем поле со счетом 2-1.